давайте начнем у вас все вы видели все темы, которые выстроены как основные вопросы, которые хотелось бы сегодня обсудить это неформально, потому что я человек неформальный я вообще режиссер, я не поверен для таких вузлах поэтому я не люблю никакие формальные индустрии и сегодня мы будем с вами играть театр из нашей секции в хорошем смысле этого слова, я надеюсь значит, для меня просто эта тема социокультурная реабилитация, интеграция она как бы звучит уже почти 30 лет я этим занимаюсь поэтому меня позвали сюда и мне хотелось бы, чтобы мы с вами в конце все-таки имели какую-то общую позицию попытались хотя бы выработать общую позицию потому что иначе я не вижу смысла в таких мероприятиях когда просто каждый отчитывается о проделанной работе при том, что на самом деле все мы как бы коллеги того, кто стоит над нами мы должны обязательно, во что бы ни стало, отчитаться, какие мы пионеры хорошие и так много всего делать конечно, это не нужно доказывать это понятно, что каждый из нас делает большую работу и эта работа цена важна давайте попробуем в этой работе как бы найти те ключевые моменты которые, а, с одной стороны, отличают вот именно вашу конкретную деятельность от другой деятельности по критериям, которые заявлены у нас в названии секции и в этих проблемах то есть социокультурная интеграция это что вообще? каковы ее критерии? какие есть проблемы на пути к этой социокультурной интеграции? какие есть пути решения? как вообще мы оцениваем эффективность социокультурной интеграции? есть ли какие-то параметры, по которым мы можем ее оценить? вот, да, то есть как бы это все достаточно сложные такие моменты которые, на самом деле, не всегда очевидны и не всегда понятно вообще, о чем мы говорим то есть мы можем говорить о каких-то массе каких-то разных мероприятий но в досуговой деятельности, например, говорим, что это интеграция а как мы, с чего это мы взяли? вот, итак, давайте мы потихонечку начнем и вот в конце попробуем все-таки ответить сами себе на этот вопрос, что такое социокультурная интеграция и попытаться договориться об этих ключевых моментах того, что мы под этим подразумеваем вот, поскольку у нас очень много докладчиков то у нас, к сожалению, очень такой жесткий лимит времени я, правда, не вижу, у нас есть у нас перелив когда-нибудь должен быть когда-нибудь? то есть до часа мы работаем без перелива круто вы готовы? хорошо, значит, у нас получается, что где-то рекламе приблизительно по 10 минут, да? поэтому я буду как-то это стараться, так сказать, удерживать значит, буквально я не буду долго задерживать ваше внимание своим собственным докладом я просто как бы тезисно немножечко обозначу те проблемы, те моменты, опять же, которые не кажутся важными для того, чтобы наномить некую комбу обсуждения итак, когда мы говорим о социокультурной интеграции естественно, в этом термине есть вот эти две составляющие социальная и культурная социальная компетентность, это, собственно, одна из, может быть, главных проблем людей с расстройствами аутистического спектра естественно, понятно, что как бы люди с этими проблемами да, они не овладевают социальной компетентностью да, социальная компетентность, это вот то, о чем там написано на слайде и не овладевают в частности именно в силу того, что не осваивают поступенчато уровень интересно-аффективной регуляции вот мне близки пять уровень интересно-аффективной регуляции да, относящихся к развитию ребенка от младенчества до школьного возраста в Багдышевске и Лебединском вот эти, да, наверное, вы все их знаете просто еще раз как бы, чтобы их повторить для того, чтобы понять, что на самом деле если человек находится, например, на уровне там оценки среди воздействий или аффективных стереотипов то рассказывать ему, например, о картинах музея экспрессионизма или, так сказать, там даже показывать, может быть, динозавров не очень целесообразно, потому что он просто не он разговаривает на другом, на другом языке, да не на том языке, на котором мы с вами разговариваем а вот тот язык, на котором мы с вами разговариваем это пятый уровень символической регуляции дальше да, то есть тогда, когда человек уже может понимать обращенную речь когда он может понимать мимику, когда он может понимать жестовую речь Ну, в смысле, уже речь жестов, не жестов, а речь, в смысле, языка людей, понимаете, каких-то. Значит, поэтому нам очень важно это понимать, когда мы говорим о социокультурной интеграции, потому что нам очень важно, как специалистам, понимать, действительно, мы с каким ребенком, на какой стадии развития разговариваем, соответственно, относительно этой стадии развития, на каком языке мы должны с ним разговаривать. И на каждом из этих стадий возможна социокультурная интеграция, на каждом из этих этапов развития. Только для этого нам нужно создать ту среду, в которой человек сможет быть нормальным или, так сказать, нормативным, то есть когда он может ощущать себя не инвалидом, не тем, кто постоянно не вписывается во внешние критерии оценки, а тем, кто вот сейчас, уже сейчас является нормой. То есть не он не дотягивает до нормы нашего социума, а есть некая среда, в которой он уже является нормой. Как каждый, например, младенец, когда он развивается, он же проходит по всем этим стадиям развития, на каждом он норма для нас. И когда мы видим ребенка с расстройственного аутистического спектра, то мы видим, что для нас он не норма, но вот для той стадии он может быть нормой. И как с ним тогда разговаривать на этой стадии? Проблема значимого другого, это первичная проблема социализации, и мы знаем об этом, опять же, те, кто занимается психологией в различных ее видах. И значимый другой, собственно, и должен помочь человеку пережить собственное тело в единстве многофункциональных частей и чувств в многообразии выражений. Это, собственно, такая формулировка, которая имеет отношение к тому, чем заниматься, то есть, собственно, каким образом помогать человеку становиться членом социума. Не нагружать его интеллект, а сначала базу, опять же, то, с чем я начинаю, с телесно-аффективной регуляции. Собственно, это мы можем помочь человеку развить постепенно и постепенно выходить на дальнейшие стадии, где в какой-то момент начнет играть ведущую роль интеллект, может быть. Но он уже должен базироваться на очень хорошей, телесной и эмоциональной, на телесном и эмоциональном гнозисе. Да, сейчас очень много говорят о, так называемом, инклюзивном образовании, как бы, не тема нашей секции, но тем не менее, как бы, именно как наша, так сказать, мне кажется, что наша секция, в этом смысле, она, как бы, в каком-то смысле важнее, чем все остальные, потому что это ключевой момент для человека с расстройственным аутистическим спектром, он должен войти в социо-культурную интеграцию, и образование тут вообще ни при чем. То есть образование может быть, как бы, частью воспитания, да, то есть, как бы, главное, это именно воспитание, мне кажется, этот перекос в образовании в последние, там, лет 15-20, он как раз и дает очень большой, большой спектр вторичной патологии, а не первичной, вторичной патологии, именно в силу того, что, как бы, требования социума, которые подъявляются, скажем, у человека с расстройственным аутистическим спектром на первых трех ступенях телесно-эффективной регуляции, они не соответствуют его потребностям и возможностям, и тем самым отбрасывают его на периферию социума и создают, как растущий комок вторичной патологии. И образование в этом смысле это одна из проблем, которые, на мой взгляд, как раз и приводят к развитию этой вторичной патологии. Потому что речь идет именно о том языке, на котором человек может общаться. Освоение любого знания проходит через три стадии ознакомления, содействия, самостоятельные действия. Вот это тоже, мне кажется, очень важный момент, и когда мы занимаемся образованием или воспитанием, но мы должны понимать, что результатом должно быть именно самостоятельное действие человека. То есть человек способен воспроизводить что-то самостоятельное, самостоятельное, даже поддерживое. И это, в принципе, я предлагаю только рассмотреть как один из критериев собственной эффективности вот этой социально-культурной интеграции. То есть если мы видим, что человек более-менее самостоятельный, то это как бы значит, что мы все-таки достигаем каких-то результатов. Но это вот я, пожалуй, не буду сейчас комментировать, потому что мне время не затрачивают. Ваш вопрос прочитайте. Но это тоже имеет отношение, собственно, к этим этапам освоения какого-либо материала в любой деятельности. И опять же мы приходим к тому, что человек должен уметь импровизировать, то есть варьировать, свободно варьировать внутри какого-либо материала. И это очень важный момент, потому что когда мы видим кучу методик, заточенных на, так сказать, хождение по конкретным алгоритмам, то там точно нет никакой эрганизации. То есть там человек не осваивает материал, там материал осваивает человека. Вот. И человек, собственно, не свободен, да, в выборе. Потому что если он не может варьировать внутри материала, чем он не освоил его, поэтому, как всякие разговоры про то, что, а вот мы ему помогли, там, а он вышел на улицу, и ничего не может, потому что у него нет, он не освоен, собственно, не освоил материал. И вот, собственно, да, самостоятельное произвольное действие я разделяю как вот эти вот пять пунктов. И это очень важный момент, потому что к нам приходят в театр взрослые уже люди, и они ничего не умеют. Они прошли кучу реабилитационных центров, они прошли школы восьмого вида, колледжи и так далее, и они не способны к оценке своей собственной деятельности, не способны работать над улучшением ее. И тем самым я понимаю, что вот все эти годы образования и воспитания, которые они прошли до этого, в общем, почти были бесполезны. Вот, потому что они не научили человека быть самостоятельно, а наоборот, сформировали у него вот этот вторичный опытовой, когда он боится сделать шаг, потому что он понимает, что он все время ошибется. А если он ошибется, значит, его откуны были фигием в социум, в маргинальную среду, и, соответственно, дальше его ценность как человека сразу падает. Поэтому он не может признать, что он что-то неправильно делает, потому что это сразу, как бы, значит, что его нет, что он плохой. И никто, естественно, не хочет себя откано ощущать, и поэтому нам приходится очень долгое время разделять эти две вещи, ценность человека и ценность его деятельности. Ну, и вот последний тезис, и я закончу. Вот. Ну, вот так я немножечко вкратце, так сказать, постарался набросать то, что мне кажется важным. И давайте теперь будем вместе работать уже. Так, сейчас это путаю. Вот. Да. Есть вопросы, комментарии, предложения? Идем дальше. Хорошо, тогда Акулова Алла Алексеевна, есть ли там? Эмоции развития социальных навыков и подростков с расстройством амтистического спектра на примере работы клуба общения. Здесь, кажется, есть даже ваша позиция. Всем доброе утро. Меня зовут Акулова Алла Алексеевна. Я клинический психолог и работаю в Центре пространства общения собственно с подростками с расстройствами амтистического спектра. И сегодня я бы хотела рассказать о опыте работы нашего клуба общения и именно о развитии сферы эмоций, чувств, социальных навыков. В клуб общения к нам приходят подростки. Я сейчас немного обозначу вообще, что это такое. Вы знаете, здесь сидят профессионалы, поэтому давайте это все помнятно. Давайте по сути сразу, потому что у вас 10 минут. Да, у меня 10 минут. Да, я по всему. Вот. Они приходят к нам раз в неделю на протяжении трех часов. И с ними мы в основном занимаемся развитием бытовых навыков, навыков общения. И собственно социализацией мы выходим в различные объекты городской среды. В команде работают психологи и мы привлекаем к работе волонтеров. Ну, здесь я выделяла такие основные особенности в сфере эмоций и общения здесь на спросе оптического спектра. В основном это сложности в распознавании и понимании эмоций чувств другого человека, в дифференциации собственных чувств и эмоций, проблемы с саморегуляцией и дефицит социальных и коммуникативных навыков. Ну вот на этом как раз мы не будем останавливаться, просто прибежимся. И в общем, что, как мне кажется, из этого следует, что когда мы пытаемся начать работу с таким человеком, да, вот с такими дефицитами, которые были написаны, это такие дефициты, можно сказать, операционального компонента, да, вот мне нравится слово социальное опознание. То нам очень хочется начать этого человека тренировать, тренировать в него социальные навыки, да, то есть спрос и родителей, как бы, часто запрос бывает, что хочу, чтобы мой ребенок хорошо себя вел, хочу, чтобы он научился общаться, да, по некоторым правилам. Вот, и хочется начать заучивать эти правила, просто механически поощрять правильное поведение. Но когда мы прибегаем вот к таким методам, мы забываем про настоящее отношение, которое формируется между людьми. И мы в центре создаем именно терапевтическую среду, в которой могут эти отношения развиваться. Это, ну, любая совместная деятельность, да, может быть обучающий, может быть досуговый, может быть развивающий, может быть бытовой совместной деятельностью, да. Когда все вместе участвуют, это и, ну, соответственно, в мире с расстройством антистического спектра, и волонтеры, да, и психологи. Мы стараемся проговаривать наши отношения, виболизировать их, стараемся комментировать то, что сейчас происходит. И следим за тем, как, собственно, развиваются эти отношения, развиваются отношения между участниками, между специалистами-участниками, между волонтерами. Это могут быть дружественные отношения, это могут быть приятельственные отношения, могут быть и антипатии. Это тоже в этом случае важно. Как нам кажется, мы часто недооцениваем роль эмоций и чувств, да, вот в силу дефицитов операционального компонента, но забываем о том, что в нашей жизни мы получаем удовольствие от общения, да, именно за счет эмоций и чувств. И это то, что является для нас с вами мотивацией вообще это общение продолжать, и мотивацией в любой деятельности. Вот, поэтому, как нам кажется, развитие социальных навыков невозможно без развития эмоциональной сферы. Но именно эмоции и чувства позволяют присвоить эти навыки, сделать их не частью какого-то внешнего поведенческого репертуара, а сделать именно своими и наполнить смыслом, ценностью для человека с расстройством амсистического успеха. И сейчас я хочу поделиться случаем, он такой для меня достаточно личный, в котором нету какой-то, не знаю, особой техники, да, или методики, как с этим работать, просто случай, который можно рассмотреть с разных сторон. И я бы его рассматривала именно со стороны вот этого формирования отношений между людьми. У нас в группе 10 человек и все молодые люди. Вот, вот так получилось. Сама группа по себе разнородная. У нас есть участник, назовем его Андреем, все имена не совпадают. Который достаточно грубо может проявлять себя в отношении других участников, когда ему что-то не нравится. Например, они слишком медленно себя ведут. Или они говорят то, что ему не хочется слышать. Или они, как он бы сказал, тормозят в упражнениях, да. Но само его поведение тоже недалеко в этот момент от идеального, потому что он высказывается громко, грубо, может оскорбить этого участника. Но при этом у него есть друзья в этой группе, это ребята, с которыми ему интересно, которые подходят ему по темпу, как вот у них складываются дружеские отношения. Ну, а также есть один друг, назовем его Вася, с которым Андрей дружит с детства, да. То есть их отношения начались вот до нашего пространства. Вася очень спокойный и чувствительный молодой человек. Но недавно у нас был выход, в котором как-то резко для него поменялась ситуация. Может, мы какие-то требования не тебе предъявили. И Вася начал очень бурно эмоционально реагировать, кричать, ругаться матом. А мы как бы в общественном пространстве, да, неудобно. Но речь вот как бы сейчас не о том, как себя повел Вася и как это было неправильно. Речь о том, какая была реакция других участников группы. Для нас это было самым ценным, потому что кто-то в силу ваутизации как бы не обращал вообще внимания. То есть для него этой ситуации не было. Кто-то пытался взаимодействовать через специалистов, да. То есть вот Вася плохой, он сейчас ругается, да. Как же он себя ведет, что же нам с этим делать. А Андрей, от которого мы как бы могли ожидать в этот момент такой негативной реакции, да, с оскорблениями взаимными, он вообще закрыл уши, отвернулся и повторял, что в общем он очень расстроен и что ему стыдно за своего друга. И потом, как бы, когда Вася вернулся домой, мы еще очень долго после этого обсуждали эту ситуацию с родителями, получилось, что в общем-то он очень переживал из-за того, что произошло, и переживал именно из-за того, какие дальше у нас с ним будут отношения, да, как мы на это отреагируем. И вот, как мне кажется, про что этот пример, да, что если мы возьмем привычную реакцию Андрея, да, то она здесь очень сильно изменилась. И изменилась за счет именно отношений, да, которые между двумя этими мальчиками складывались. То есть, вместо того, чтобы повторять многократно и оскорблять его, да, он был спокоен, ну, относительно, конечно, но он был спокоен. И вместо злобы, какое-то раздражение, он испытывал в этот момент стыд или грусть. И для Вася, в общем-то, в этой ситуации, кроме того, что он там неправильно себя вел, было очень важно то, как будут дальше складываться у нас с ним отношения, не рассердились ли мы на него, да, не прекратится ли после этого наша дружба. И отношения же здесь стали для нас таким предметом открытого и продуктивного очень диалога с семьей. То есть, это не значит, что там Андрей больше не будет так реагировать, и Вася станет внезапно очень хорошо себя вести. Но, мне кажется, именно вот, преломляясь через смысл отношений и через их ценность для этих участников, изменилось социальное поведение и эмоции. А нет? Это, не знаю, контакты, если вам интересно. Спасибо. А это будет? Работает. Да, спасибо большое. Есть вопросы? Мне кажется, что, да, вот Алла Алексеевна очень хорошую тему подняла в плане и того, что очень важным аспектом является эмоцией, да, и это, собственно, воспитательный процесс, да. И это то, на что нужно обращать очень пристальное внимание, в том числе и то, чем должны по идее заниматься родители, чем они, к сожалению, не, часто не занимаются, если я правильно вас тоже понимать, да. Вот. Да, и очень важный момент, мне кажется, да, Андрей и Вася, это то, что мотивация к социальной интеллектности, да, уже как бы очевидна, да, то есть человек не хочет ее потерять, именно это дает ему возможность, да, как бы контролировать свои отношения, свои эмоции, да, внутри какого-то, какого-то ситуации, ну, ни какого-то общества. И здесь как раз, я понимаю, вот, о чем я говорил, да, это своего рода импровизации, свободное отношение, да, и очень важный момент, мотивация к любой деятельности, то есть через социальные отношения, да, мы, собственно, можем прийти к тому, что мы можем человеку вытягивать на различные роды деньги, и, собственно, через вот этот механизм отношения. Спасибо большое, да. Вот у вас там блок был из трех колесиков, о развитии эмоций, как вы, вот поделитесь, пожалуйста, практическим опытом, как вы развиваете эмоции у детей и учите родителей для того, чтобы они дома этим делом занимались. Да, спасибо за вопрос. У нас вот был прям такой опыт, он частично успешный и частично не очень, я думаю, только любой опыт. Когда мы рассматривали какие-то вещи, ну, я думаю, это достаточно просто, да, и многие здесь это делают, это сначала, например, на визуальном каком-то материале, фото, видео, да, там, и обозначение этих эмоций. Потом мы больше работали через проигрывание, да, ну, я думаю, всем такая игра, как крокодил, известно, да, когда загадывают там без слов, какое-то слово, участники должны отгадать. То же самое мы делаем с эмоциями, и мы постоянно работаем на том, чтобы все эмоции дебилизовать и проговорить, прокомментировать, да, если с кем-то что-то происходит сейчас. После чего мы даже составляли такую у нас была книга эмоций, в которой мы вместе с ребятами делали такие конспекты, да, например, как проявляется та или иная эмоция, ну, как понять, что там, я сейчас здесь, да, там, что происходит. И, в общем, у нас была такая идея, что родители эту книгу будут использовать со своими детьми, но получается не у всех, получается не всегда, ну, вот опыт был такой. И, ну, мы с семьей работаем, мы с семьей в постоянном контакте, поэтому если происходят какие-то ситуации, да, но они постоянно происходят, мы можем дать некоторую рекомендацию в отношении того, как мы считаем, они могли бы эту ситуацию с ребенком обсудить в таком контексте. Вот, например, в этой ситуации, в которую я тебя привела, родители, ну, сами были очень тревожны, потому что оказалось, что из-за такого поведения там мальчика выгоняли из школы, например, да, а мы на него не злились, не ругались и как-то, в общем, все принимали это, да, но было, например, принято с ними такое решение, что когда он придет, ну, когда он ругался, там я с ним была, да, что он попросит у меня прощения, потому что это социально адекватное поведение, да, он как бы, ну, меня обидел, получается, вот. И, ну, все это произошло очень естественно, хотя, ну, просто это было с родителями это обсуждало. Хорошо, спасибо огромное. Давайте пойдем дальше, да. Сейчас Приходько, Елена Александровна и Корохова. Арина Юрьевна. Да. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, участники. Когда мы готовились к этому дослу, я бы хотелось очень многое сказать, и как это стихнуть 10 минут, для нас, конечно, была проблема. Я говорю, это как в фильме. Скажите о себе, я мама, да, расскажите подробно, то есть это рассказ о всей семье Круглова. Мы сегодня будем говорить о 196-й школе, то есть для тех, для кого это не пустой звук, они знают, что это за школа. А для тех, как бы, кто не очень хорошо знает, ну, за действием нужно это, конечно, не осветить. Организация внеурочной деятельности учащихся сразу в условиях нашей образовательной организации, которая была создана на базе 6-й психиатрической детской больницы, в то время совершенно молодым, парторгом, дефектологом, учителем, Ноной Аркадьевной Барышниковой, и на то время заведующим у 12-м подростковым отделением Борисом Зиновичем Драбкиным. Я написала наверху у Нонны Аркадьевны, это был девиз нашей школы, внимание, помощь, поддержка, и при помощи методики Драбкина лечения материнской любовью строилось все наше общение, наша работа с этими детьми. Школа обычная, общеобразовательная, существует она с 1973 года. На протяжении более 40 лет Нонна Аркадьевна была директором этой школы, то есть сама ее создала, сама ее руководила и сама, как бы, решала все проблемы с детьми. С 1991 года Центр лечебной психологии попросил обучать детей сразу. То есть у нас была очень тесная взаимосвязь, дети, которые там находились, они потом приходили, доучивались к нам. Кошенкин Лук, который тоже учил до 4-го класса, все остальные дети заканчивали нашу школу самым обычным аттестатом, то есть это общеобразовательная школа с обычным выпуском детей. Началась новая эпоха, началось новое время, все школы объединяли в большие конгломераты, нас не знали, куда деть. И на сегодняшний день мы называемся школа технологии обучения. То есть мы являемся структурным подразделением 196 этой школы, которая учит детей-инвалидов дистанционно в основном. Но так как наши дети рад, они у нас по-прежнему в школе, по-прежнему в основном все учатся очно, и по-прежнему мы работаем вместе, учитель, ребенок и родитель. Формы нашей днеурочной деятельности. Вы знаете, что аутисты очень стереотипичны, им важен порядок, мы на этом держимся, мы благодаря этому их учим, выпускаем. То есть какие у нас основные формы? Это наши праздники. Что такое праздники? Год, вы знаете, поделен как бы на несколько этапов. Начинаем день учителя, Новый год, дальше у нас идет 8 марта, Масленица, выпускной детям. И в последнее время широко форму приняли, это форма проектов. Какой-то мы делаем проект с этими нашими детьми. Про трудности ребенка с аутизмом. Здесь вот предыдущий оратор хорошо, она сказала, я не буду повторяться. Вы знаете, как им трудно говорить, трудно общаться, трудно вообще куда-то выходить на сцену и вообще организовывать свое поведение. Но дети очень любят, когда они долго лежат в больнице, некоторые годами лежат в психиатрической больнице, наши учителя ходят к ним и учат. Они приходят к нам, те, кто может приходить. Дети, которые обучаются в школе, они не могут только уроками ограничиться. Поэтому для них праздник – это целое событие. Мы долго к нему готовимся. Это у нас репетиции, ежедневные иногда, иногда еженедельные. И за дня в день дети привыкают к тому, что скоро у нас будет праздник. Вот посмотрите, пожалуйста, приведу небольшие примеры. Это класс детей-аутистов. Сейчас они в восьмом классе. Это день учителя. Вместе с детьми участие принимают и взрослые. То есть мы не различаем, где дети, где взрослые. У нас совместные проходят выступления, сценки. Это тоже день учителя. Здесь же у нас и концерт, здесь же у нас и представление про двоечников. То есть мы искали на протяжении всего спектакля двоечника. Дети выступали со своими номерами. Дальше. Мы делали проект начальной школы по народным инструментам и русским сказкам. Дети все в национальных костюмах. Для себя мы тоже шьем. У нас специальный был учитель, который тоже этим занимался. И хотелось бы сказать несколько вот о детях. Вот этот мальчик Артур у вас представлен. Он аутист. Ребенок с абсолютно полевым поведением пришел. То есть он мог с порога кабинета перепрыгнуть, сразу сеть в кресло, которое стояло у окна. Не усаживался, не говорит. И до сих пор у него очень слабая устная речь. Но он поет. Посмотрите, вот он поет, играя на музыкальном инструменте. Ему помогает родитель. Поет он очень тихо, поэтому у него гарнитура. Для него вообще вот выйти туда, не скакать во время спектакля, во время представления, а просто стоять и петь, это неимоверный труд. Дальше, как я уже говорила, у нас и взрослые, и дети принимают участие вместе. Девочки все аутистки танцуют вместе с нашими учителями. Посмотрите, у нас вот большое внимание придается и костюмам, и выходу. То есть организационный момент очень важен. У нас в выступлениях участвует, если участвует вся начальная школа. То есть здесь все дети задействованы. Танцуют девочки аутистки, которые рыдают, кричат и не хотят идти на урок. Иногда валяются на полу, нам приходится как бы и силой, и уговорами и вот к чему-то привлечь. Дальше, это старшая школа тоже. Здесь девушки уже в старших классах, несколько раз пролешавшие в детской больнице. Каждый огромный там анамнез со всеми вытекающими последствиями. Там было все. И вот они тоже у нас вместе с учителями, потому что некоторые не могут выйти на сцену. Для них это тоже препятствие. Видя, как танцует учитель, они танцуют вместе с ним. Ученики очень любят играть на музыкальных инструментах. Наш прекрасный педагог Валенова Ирина Глебовна сама занималась после работы обучением наиболее таких талантливых детей. Вот у нас Демьян играет сам на пианино, а другие дети в виде награды. Если они будут себя хорошо вести на праздники, им раздаются ложки, раздаются гусли. Посмотрите, они вместе слаженно все играют. Я такими маленькими кусочками, потому что приорегламент ограничен. Это вот у нас тоже был проект Лошкари. Здесь и дети с ДЦП, здесь и дети-аутисты. Дальше. Начальная школа, средняя школа. Единственное, мы как бы разделяем их. Вот мы проводим праздники. И учителя все наши в костюмах, и дети. Вот это наш зал актовый, сцена. У нас был мальчик, мальчик Митя, который вообще не мог слышать громкого звука. Он начинал кричать. До сих пор он кричит. Он сейчас в пятом классе. Пели вместе с мамой. Он спел первый куплет и ушел. Мама допивала. И он не слышал, как хлопал зал, как пела мама. То есть он вышел и запел. Тоже это было на Новый год. Вот особенности детей. Мы участвуем в концертах, в Дню Победы. Тоже у всех одинаковые костюмы. Экскурсии проводим в кинотеатры, на Красную площадь, в театры, в музеи. Участвуем в конкурсе «Надежда». То есть дети тоже наши принимают участие, получают гранты. Им помогают наши учителя. Помогают лауреаты международных конкурсов Илья Константинов. Мы тоже дружим очень с многими выпускниками. Впереди тоже ученики маленькие. Сзади учителя у нас дети. Ставили сказку. Вот, например, «Снежная королева» спектакль. И вот про девочку Дашу. Даша не говорила. У ней был элективный мутизм. Подговаривала потом только дома с родителями. В конце девятого класса читала стихи, танцевала. Вот Даша в центре. И благодаря Юрию Васильевичу Морозову, я уже называла Ирина Глебовна Баленова, наши прекрасные руководители, которые организовали театральную студию и поставили всю эту работу с нашими детьми-аутистами, к сожалению, их в школе сейчас нет. Время изменилось. Появились новые веяния, новые технологии. Сейчас вот про них немножечко расскажет Хорохова Арина Юрьевна. Несколько лет назад, буквально года три, мы присоединились к другой организации. И вот буквально год назад мы осознали, что у нас изменилась не только модель школы, у нас изменился педагогический состав и изменился состав детей. Значит, у нас теперь детей раз становится все больше, и более того, у нас появились очень многие дети раз ООО. Вот. И такие, конечно, масштабные формы, затратные энергетические, затратные по времени, нам осуществлять все более и более сложно. Поэтому, вот буквально полтора года мы нащупали новую для нас совершенно форму, которая оказалась очень эффективной. Такие экспресс-мероприятия или поп-ап. Я вот поместила такую картинку, не случайно, вам часто ее приходится видеть в интернете, когда вы читаете какую-нибудь интересную статью, и вдруг внезапно, как чертик из табакетки, появляется картинка с рекламой. Вот это и есть поп-ап. Совершенно непредсказуемо, в каком-то неожиданном месте приемы, довольно распространенный сейчас и в рекламе. Значит, мы тоже стали осуществлять такие экспресс-мероприятия, которые обладают набором следующих качеств. Во-первых, они короткосрочные, они длятся ровно перемен. Во-вторых, пролонгация. Что значит пролонгация? То есть мы начинаем все вместе на одной перемене, но потом в течение одного дня можно подойти в удобное время, доделать или прийти на эту перемену, посмотреть, что делают все вместе, потом прийти одному доделать. Там, где журец, психолог или учитель. В любой момент можно прийти и уйти. Ну, понятно, что уйти ребенка, уйти, это важно, я даже говорить об этом не буду. Да, забыла упомянуть, что эти мероприятия проходят в знакомом, но общественном месте. Это либо коридоры, либо это холы. Это не классы, не то, где дети обучаются. Так, знакомая форма заданий. Ну, я сформулировала так достаточно примитивно, но имею в виду то, что на этих мероприятиях, на этих акциях дети выполняют те виды работ, которые им знакомы по их занятиям у психологов-дефектовок. И мы стараемся состыковать там темы этих занятий и те навыки, которые формируются на этих занятиях. Так, дело для каждого. Ну, тоже, я думаю, это не зря расширяться. То есть и в организации этих мероприятий у нас есть аудисты, которые прекрасно и с большим удовольствием печатают объявления. И в организации этих мероприятий пытаемся дать и посильное дело, да, и при проведении этих организаций, то есть содержательной точки зрения, дифференциируем и индивидуализируем задания таким образом, чтобы каждый мог включиться на своем уровне. Так, работа на единую цель. Ну, то есть при всей разнице задач, да, и различии в уровнях мы работаем на единую цель. Вот позволю себе проиллюстрировать все это на примере двух мероприятий. Да я прошу один только минут назад, и у вас кончилось время. Давайте я уже прям, буквально... Вот много говорили о национальном развитии. Вот как раз мы начинали с того, задание было такое, то есть надо было описать черную кошку, да, то есть какая она, потом ее нарисовать, потом из этого вытекало задание уже для всей школы, где надо было вот соотнести портрет. Следующий этап, это вот мы сделали ко дню улыбки, где по улыбке нужно было опознать учителя. Здесь видите, целая часть, да, и опять же там распознавание эмоций. Так, ко дню победы. Значит, старшие дети и дети, которые находятся на более высоком уровне, составили перечень вот таких слоганов, которые потом были отданы, но наибольшая подготовка нужна была начальной школе, им эти слоганы были даны заранее. Они со своими детьми с кем-то прописали, с кем-то просто вырезали. Потом мы собрались все вместе, нужно было вырезать звезду и там прописать или приклеить этот слоган. Ну, то есть вот видно, тут помощи дети работают, вот здесь вот видите, разновозрастные, здесь вот можно было прийти одному, то есть нужно было сделать вот такую штуку. Вырезать, значит, написать, выбрать из этого списка, написать или там вырезать, приклеить, вот, а потом это объединялось с вами. Я вот думала, как бы обозначить всю эту форму работы, определить каким-то символом, да, ну, наиболее первое, что приходит в голову, это, конечно, пазл. Но потом я наткнулась, вот у нас вот, ну, такое видео, оно повысило. На дереве он сидит в Аблине. В Аблине, наверное, как сидит. Один. На лесном поле. Вода, вода. На технику кругу-груга. Ну, где и когда? На лесном поле. Вода, поля, число, сын, приезжает, в будущем, в решительном поле, из сновиде. И как бы он на водной реке весной. Но в детстве, как бы я на горах у реки, и что же ему одну верить за тоски? Вволя влетит. По воде он пройдет. Но другой себе непременно найдет. А вот я, с Иисуса, все, пусть и пусть. найдите ну то есть если говорить о том как мы строим работу то это вот будет наиболее таким показательным а при этом показываете очень много именно такой работы которые очень сильная мотивация дано вот такую именно творческую деятельность в отношении на сцене тогда здесь есть мотивация видим вот та самую самостоятельно и я меняю что ты загнаны в рамки как бы школьного обучения очень четко прописывать на карточки и так далее но при этом вы делаете основную это деятельность это конечно проблема того что соответственно отчитываться как бы как школа же страны основная деятельность идет как бы как дополнительная кажется она основная спасибо большое значит дальше Дальше у нас Новикова. Программа «Водовый вход» про аутизм для среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Принятие. Принятие. Что принятие? Людей. Расстройте. А, простите. А, простите. Для принятия. А, простите. А, простите. Так, вы поможете мне? А, простите. Технический персонал. А, простите. Помогите. Я тоже очень хорошо с техникой. Я тоже больше по коммуникации. Спасибо большое. Меня зовут Новикова Ксения. Я менеджер фонда содействия решения проблем аутизма в «Выход». Фонд направляет свои ресурсы и усилия на поддержку системных проектов для… Кто не знает, что такое фонд будет? Простите, пожалуйста. Спасибо. Я расскажу о программе фонда «Выход» по адаптации общественных мест для людей с аутизмом, о сегменте культуры, в частности, кинотеатры и музеи. Собственно, когда мы подходили к созданию программы, мы провели исследование, чтобы именно замерить критерии основных препятствий, с которыми сталкиваются в частности родители детей с аутизмом при посещении общественных мест. И, собственно, вот из чего состоит наша программа. Мы поняли, что основным препятствием является негативная реакция со стороны персонала или других посетителей на нестандартное поведение ребенка. Поэтому из чего мы сконструировали нашу программу? Мы создали вместе с родителями детей с аутизмом и специалистами информационный тренинг, который рассказывает, что такое аутизм, как проявляется, содержит видеосюжеты, то есть время проводят родители детей с аутизмом, чтобы от первого лица персонал, который будет общаться с людьми с аутизмом, рассказать, что это, как проявляется и, собственно, что основное, что мы несем, что не реагируете негативно. Такие дети могут быть в любой семье. Подойдите, спросите, чем помочь. Дальше для каждой площадки мы составляем социальные истории. По возможности мы делаем зоносенсорные разбрузки, усиливаем навигацию и далее по запросам площадки также мы заказываем у наших партнеров-специалистов дополнительные тренинги. Мы делаем тестовые визиты и любой свой опыт мы стараемся обречь методические рекомендации для тиражирования. Собственно, здесь показана тенарика программы. Программа началась в 2014 году с адаптации музыкла «Красавица и чудовища». К нам пришли более тысячи человек из семей с детьми с аутизмом. После этого опыта мы адаптировали киносеанс. Поняли, что тоже прошло успешно. Дальше к нам включились музеи. На данный момент адаптированные киносеансы идут в более чем 10 городах по России. У нас получилась успешная передача, чем мы очень гордимся и что нам очень важно. И вот на сегодняшний момент довольно много музеев пошло в программу и они продолжают приглашать нас. Собственно, чтобы не устраивать отчетную перевыбранную, я попыталась показать, какие сложности у нас есть. Основная сложность, как мне кажется, то, что нам не всегда удается вызвать родителей детей с аутизмом на какое-нибудь новое мероприятие, потому что не всегда родители верят в силу своего ребенка, действительно. И один из самых частых комментариев после посещения киносеанса или после того, как довольно сложный ребенок сходил в театр, что мы не верили, что он выселит. Когда мы предупреждаем и персонал, и актеров, и родителей, что дети могут уйти через десять минут, мы говорим родителям, пожалуйста, не заставляйте никого сидеть, вы можете прийти на пять минут и уйти, тем не менее. Площадкам необходимо помогать собирать группы. В наших мечтах было, приходим в площадку, помогаем им сожрать сервис и уходим оттуда. Они сами все делают. Так, к сожалению, не получается. Все-таки есть риск получить негативные комментарии от линейного персонала или важных колонн, несмотря на то, что это обязательное условие программы, чтобы все-все-все охранники до, не знаю, гардеробщика и так далее послушали тренинг. Ну и, собственно, в больших организациях не очень легко работать с изменением навигации, ну вот с какими-то такими, собрать персонала, например, в Пушкинском музее практически невозможно. А, собственно, вот что мы сейчас сделали. Мы издали три пособия, которые касаются, собственно, как проводить тренинг для родителей детей с ультином и адаптации кинотеатра и музея, которые позволяют к кинотеатром вообще там наработать, а музеям хотя бы сделать первый подход к проблеме. Также у нас есть памятка для персонала. Мы к вам пришел посетитель с аутизмом. Вот это то, что мы оставляем на площадке. У нас есть материалы, что такое аутизм. Мы просим раскладывать площадки, чтобы обычные посетители тоже привлекались в информирование. И вот. Большое спасибо. Спасибо. Ага. Спасибо большое. Да, давайте вопрос. Как раз. Я пробую, что с вами тоже хотела дать. Она правильно. Она специальное время оставила. Да, да. Да, пожалуйста. А потом. Здравствуйте. Скажите, где в первую очередь можно взять эти пособия? Пособия на нашем сайте есть. Вам ничего не надо передать. И все у нас на нашем сайте. На этом слайде. Вы можете видеть. То есть это можно бесплатно скачать? Да, все выложено. Вы все скачиваете. Мы с удовольствием консультируем. И все вот эти брошюры. И все эти брошюры. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста. Вот вы организовываете вот эти выходы. Как правило, это выходит группа только детей с особенностями. Или вы как-то группы организовываете. Например, что в составе. А почему у детей уходит дети с особенностями? Ну, если я поняла правильно ваш вопрос. У нас есть мероприятия, когда большие. Например, молодец. Давайте я. Начинаем тестовые визиты. Мы со специально сформированных групп только нашей категории. Дальше есть разные форматы. Например, кинесиансы у нас проходят в нескольких городах на постоянной основе два раза в месяц. Специально выделен кинозал. Ко там может прийти любой абсолютно человек. И в том числе и с аутизмом. И с аутизмом без проблем. Если вам слишком громко. Или вы с ребенком на зону сантерной разгрузки. Работаете в кинотеатрах при сеансе. То есть это всегда комплектуется. А зоны каждый раз выставляются? И после сеанса убирают? Для каждой площадки по-разному. Но в частности в Москве, например, да. Два раза в месяц перед сеансом ее выставляют. Потом убирают. И она ваша, не учреждение? Нет, она учреждение. Да. Но еще смешно. Например, цариц... Можно немножко там... Смешная история. У нас началась программа в Царицыно. И они сделали комнату сантерной разгрузки. И задают вопрос на конференции не мне иностранному спикеру. Мы сделали комнату сантерной разгрузки. Что нам на ней написать, чтобы взрослые люди не занимались там романтическими играми? Мы вывезли дополнительного сотрудника ее охранять. Но что нам делать? В общем, поэтому... Все очень варьируется с зоной. Большое спасибо. Спасибо. Будьте добры. А вы с территориями работаете? Что значит территориями? С регионами. Конечно, конечно. Вот со Смоленского вы работаете? А... Пока нет. Но можете. Мы можем все. Вот. Пожалуйста. Все мы знаем, а выходят мы не знаем. Пожалуйста, обращайтесь. Мы только рады. Извините. 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 Я думал, что про тот выход знает. Есть регионы. Не знает только это. Есть регионы. Есть регионы. Нет, просто действительно. Видите, география достаточно. Извините, да? Есть еще вопросы? Я не вопрос. Я просто хотела сказать. Не надо. Ксения. Большое спасибо вам за эту работу, которую проделали для нас. Действительно, что они могут у вас видеть. Спасибо вам. Что ходите. Зовите друзей. Потому что у нас реальная проблема. Ходят одни и те же группы. Как не смешно. И вовлечь новых участников в этом. Для нас и для площадок действительно проблемы. Да. Если нет вопросов, у меня есть еще парочка вопросов. У меня к вам. Обменяйте. Значит, вот вы сказали такую правду. Там, например, поняли, что киносеанс прошел успешно. Критерия успешности. В данном случае мы лично. Нет. А что вы начинаете по успешности? Ну, то есть я ничего не замеряла. Я могу рассказать по личному. Да, да. Лично я оцениваю успешность, что больше половины детей досмотрели, а именно 80% досидели до конца. Это довольно долго. От 40 минут до полутора часов. Ну, это основная, конечно же. Хорошо. Тогда следующий вот с этим связанный вопрос. Во-первых, происходит ли какой-то отбор детей, которые приглашаются на то или иное мероприятие, именно в контексте их потребностной сферы? То есть, вообще, зачем, например, ребенку, вот как я, например, вначале говорил, про разный уровень телесно-эффективной регуляции, если он, там, ребенок с полевым поведением, зачем, например, смотреть кино в кинотеатр? Совершенно точно не нам решать. Мы стараемся создать возможность, вот что мы делаем. А дальше, для родителей детей с юридизмом. Если мы говорим о именно таком, да, поведении, когда мы описываем, как правило, всегда, что приглашаются дети в каких-то лет, или, там, будьте внимательны, спектакль для более чем, там, ребенка 12+. И так далее. И дальше решать только родители, мы не считаем своим этическим правом, как достать рамки. Понятно. То есть, дальше, на самом деле, действительно, должна все-таки проходить какая-то работа с родителями, для того, чтобы родитель тоже понимал, что не просто, так сказать, то, что он очень нужно ребенку, а что у ребенка, кто не скажет, потребностная сфера, потому что, на мой взгляд, происходит неоправданное, как бы сказать, попроще, полегче, насилие по отношению к ребенку, потому что, то есть, ребенка мама водит туда, куда ей хочется, не учитывая его потребностной сферы. И это, в конечном счете, приводит к жуткой агрессии уже в подростковом и в более позднем возрасте. И это очень серьезная проблема, на мой взгляд. Поэтому, вот, собственно, мне кажется, что… То есть, это не потому, что это не нужно делать то, что вы делаете, да, а мне кажется, что, все-таки, если мы говорим о том, что мы работаем над собственной культурной интеграцией, то этот аспект хотелось бы тоже какие-то разручить. Может, это не будет делать какой-то другой, но я к тому, что это необходимый аспект деятельности и воспитания родителей. Безусловно, необходимый, но вы очень смутили меня вначале своей подводкой. И я все сидела и думала, у невербальной семилетки, например, после экскурсии в Пушкинский музей, какая должна быть критерий эффективности? По мне, что он туда дошел, зашел и вышел без истерики. А зачем? А по вашей какой? Ну, потому что, как минимум, это новый маршрут. Это участие в жизни общества. А зачем? Ну, мне кажется, что здесь нам все-таки важно осознавать, как специалистам, то, что мы делаем, оно имеет какую цель. То есть, если мы просто говорим о том, что человек вышел в свет, а он справился с действительно... То есть, вы говорите, как бы, о том, что, слава богу, что он не убежал, это значит, что вы просто проверяете, на каком уровне интересной эффективной регуляции он находится. А нужно ли ему то содержание, которое он при этом получает, вы про это ничего не знаете. Скажите, пожалуйста, а не говорите ли вы, что кто-то другой будет решать за человека или за родителей или кайкуна, нужно ли ему куда-то идти или не нужен? Нет, дело не было. Меня это жутко смущает. Дело не в том, что кто-то решает, кому нужно куда-то идти. В этом смысле, действительно, родитель решает, куда он идет. Но родители очень часто не понимали, что нужно его ребенку. И это как раз одна из ключевых проблем детей и родителей с расстройствами аутистического спектра. И именно эта проблема и приходит потом к жесточайшей агрессии в ответ ребенка по отношению к своим родителям. Потому что мы работаем с этой агрессией уже очень много лет. И это очень серьезная проблема. И более того, скажем, на Западе до сих пор не знают, как работать с агрессией. Но мне кажется, что не принимается ключевая проблема того, что именно родители рано или поздно накапливают этот опыт неучитывания потребностей детей, неучитывания их уровня интересно-аффективной регуляции, и заставляют их делать то, чего они для сегодняшнего дня не могут делать. То, что они не могут переживать. И в том числе, например, вводя их куда-то в общественные места, где ему трудно, где он действительно себя чувствует некомфортно. Так зачем его туда везти? Может быть, отвезти в другое общественное место, где ему трудно комфортно? Черт, вы знаете, он выступает, например, крайне комфортно. Если это не попросту, то, что это не комфортно было, то, что некомфортно будет. И транслировать вот эти знания родителям в том числе, чтобы они лучше понимали свои. Да. У тебя, можно я скажу, я тоже работаю в фонде «Выход» Микрофончик, говори, пожалуйста. Здравствуйте, я тоже работаю в фонде «Выход» и занимаюсь связями с общественностью. И хочу сказать с этой точки зрения о том, что говорила Ксения. И этот аспект здесь еще не затрагивался. Аспект вот какой. Эта программа, она позволяет абсолютно обычным нам с вами, посетителям музея или театра, или кинотеатра, привыкнуть к тому, что среди посетителей есть люди с особенностями. И вот эта роль, и вот эта вещь, мне кажется, чрезвычайно важна, чтобы просто другие посетители не косились, не оборачивались, не делали замечаний, спокойно относились к родителям и к детям. Вот это очень важный момент. Это первое, что я хотела сказать. К тому, что говорите вы по поводу родителей, по поводу того, что у детей вырабатывается агрессия. Мне кажется, что в данном случае получается смешение двух ситуаций. Вот та ситуация, которая описывается в этой программе, это, что называется, картина возможностей. То есть, родитель каждый для себя решает, какую возможность он может предоставить своему ребенку. Это, на самом деле, абсолютно такая же ситуация с и обычным родителем, и обычным ребенком, который решает вдруг, что мой ребенок должен ходить в музей. А ребенок абсолютно не хочет ходить в музей, хочет лежать на диване с планшетом. Это абсолютно такая же ситуация. Но если не иметь этой возможности, никогда не будет понятно, нужно ему это или нет. Впрочем, это абсолютно не отменяет того, что вы говорите о работе с родителями. И это, безусловно, важный аспект. Но просто это, условно говоря, разная степень ответственности. Вот. Вот что я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо. Очень хороший комментарий, мне кажется. Да, конечно. Я не говорю о том, что чего-то не надо делать. Я говорю о том, что к этому, наверное, что-то еще должно прилагаться. Давайте еще последний вопрос на эту тему. Дай мы движемся дальше. Да. У меня такого вопроса родители понимают, что, когда он застарится, ребенок будет еще долго жить и вкладывает ли он смыслы в его анализию. Жизнодействие, создание семьи, формирование социальной связи с будущими и так далее. Спасибо. Вот, конечно, самая наша сложная, самая больная и самая мало разработанная тема. В наших мечтах, конечно, например, на базе музеев и трудоустройства и что-то еще, но пока мы к этому только подходим. Для нашего фонда это одна из самых важных тем сейчас для разработки. Вы совершенно правы. Спасибо. Спасибо большое. И пока вы идете на место, я вопрос с тобой про театр скажу, что я недавно узнал, что в Англии сейчас, на Великобритании, делают специальные сеансы, где стоит прямо в программе «Расслабленный театр». То есть это значит, что в процессе спектакля дети могут, например, уходить со спектакля, возвращаться, могут лежать, сидеть. Более, да, горит свет. Горит свет, да, то есть это как бы к вашим программам, да, есть еще такая отдельная история, которая тоже присутствует, например, в профессиональных, то есть это как бы в профессиональных театрах у Великобритании сейчас практически заставляют делать такие спектакли в течение месяца. У нас был такой опыт, одну секунду прям, дико пришло было, знаете, что обиделись артисты, нам сказали, они на нас не смотрели. Да, да, да. Вот, ну, это да. Хорошо, спасибо большое. Давайте дальше. У нас сейчас немножко поиски на расписании, поэтому сейчас Мария Глубовна принесена. Опыт работы с людьми со средствами артистического спектра в стенах художественного музея. В каком-то смысле продолжаем. Ну, добрый день. Поскольку 10 минут рассказать глобально, что я делаю тридцать. Про Вселенную, да. И, да, очень трудно. Поэтому хотелось бы просто вот в связи с тем, что уже говорилось, не останавливаться на этих вещах. Потому что именно музейное пространство, пространство художественного музея, поскольку мы прекрасно знаем, что музей бывают разные, да. Вот, я могу рассказывать вот то, что я делаю в художественном музее. Достаточно большой опыт накоплен за 30 лет в работе с детьми инвалидами, детьми с особой потребностью, с семьями детей инвалидов, с мамами детей и так далее. Огромный спектр. Я веду сама все это. Все эти годы написаны пособия и книжки, где подробнейшим образом описаны семейные проекты. Просто потом кого это будет интересовать, это все уже годами, так сказать, это издавалось. Вот. Вот покажу одну брошюру, которую Ксения демонстрировала. Вот здесь тоже большая моя статья есть. Как идет работа в Пушкинском музее с детьми с ростовом атехнического спектра. Это основа методики изображения изотерапии, которая в основе, когда дети приезжают. Работа с линией, формой, пятном, светом и так далее. Подробнейшие описания. Все это есть в книжках. Вот книжка про музейное. Это Миннесев книга. «Путешествие во время и пространство музея. Работа с приютом». Я веду 6 организаций ежегодно в музее. Я работаю больше 12 лет, а до этого 15 лет еще работала в революционных центрах методистом. И вот это все, все, что здесь написано в этих книжках, через год прошли тысячи и проходят по сей день. Проходят тысячи людей, семей, детей совершенно с разными проблемами. Это коррекционные детские дома, интернаты. Большой проект. Сейчас ведет Пушкинский музей. Что касается нашей темы работы с детьми аутистами, я бы хотела просто остановиться на нескольких. Здесь вот эта кнопочка, да? Или какая тут кнопка? А вот эта? Сейчас я просто расскажу и немножко покажу задание. Зачем я что-то побыстрее сказать, да? Ну, значит, вот, собственно говоря, мы работаем с детьми с разными проблемами в музее, да? С коррекционными школами восьмого вида, конечно же, работаем. В общем, во всех группах попадаются дети-аутисты, безусловно. Смешанные группы. Дети-дауны, дети-аутисты, семьи с такими детьми, да? С приемными семьями работают. Там одна-две семьи всегда, среди них обязательно есть. Поэтому все проявления этих детей я вижу своими глазами. И мы стараемся как раз то, о чем сегодня говорилось, вот этот тот самый язык, искусство, да? Он один из тех языков, дополнительный язык, который может помочь в этой области, еще в этой области привнести какие-то подходы именно с помощью музейных экспонатов. А в музейном пространстве это пространство для всех, пространство, где для каждого можно найти очень нужные вещи для жизни в первую очередь. Поэтому некая ориентация в пространстве. А что у людей бывает? Что такое ориентация в пространстве? Когда человек понимает, что такое целое, что такое половина, что такое часть, что такое верх, что такое низ, что такое передний план и глубина. Огромное количество таких вот ориентиров пространственных очень важны для человека. А для таких детей это представляет большие сложности. Потом музеи, особенно в художественном музее, там же стоят такие шедевры в нашем музее конкретно, и в общем эта опасность есть всегда поведение в таком музее, поэтому Пушкинский музей только начинает работать с детьми, с аутистами, с их семьями, потому что не все музеи еще согласовано в плане света, звука, количества посетителей. Вы сами понимаете, что именно для нашего музея, где не такие большие пространства, как в других музеях, это составляет большие трудности, и мы над этим сейчас работаем. Музейная арт-терапия тоже получила в последние годы большое развитие, потому что она имеет свои своеобразные, кроме того, что просто рисование, она имеет свои какие-то очень интересные особенности в плане позитивного изменения. Дети создают какой-то продукт, они создают каждый раз. Значит, занятие построено, арт-терапиюстическое занятие построено конкретным совершенно образом, и оно продумывается до деталей заранее. Значит, конечно, мы понимаем, если работа идет с детьми, с аутистами, которые приедут на занятия, должна быть подготовлена и продуман их маршрут, что они смотрят, не испугаются ли они чего-то, да, не испугаются ли они педагога, который будет, экскурсовода, который будет вести это занятие. Поэтому вот конкретно с фондом «Выход» мы прошли весь путь подготовки вот такого занятия, который, конечно, очень помог нам тоже сориентироваться в этом направлении. Значит, составляется, фотографируется экскурсовод, вход в музей, милиционер, который приходит, да, то есть все, что делает, туалет, туалет и так далее. То есть то, с чем ребенок столкнется, чтобы он этого не испугался, выстраивается вот эта социальная история, чтобы детей подготовить. Просматривается, значит, наша программа с фондом «Выход» конкретно, чтобы продолжить тему, вот предыдущую, мы об этом, о всем думали, так что там мы решили, что дети будут не с родителями, а они будут с тьютерами, которыми они в ресурсном классе, в школах, которые существуют в Москве, вот фонд «Выход». Они сформировали группы, и к нам сначала приехали эти тьютеры, и мы с ними прошли по экспозиции. Что мы будем, значит, предположим, занять первое, второе и третье. Первое, что мы покажем детям. Поэтому их замечания тоже для нас, мы же другими глазами смотрим на эти экспонаты, да, поэтому посмотреть немножко изнутри на эти экспонаты с учетом вот этих людей, да. Но хочу сказать, что очень много таких, как бы, страшных вещей в жизни в музее, в искусстве, они сделаны в художественной форме. Поэтому какая-нибудь медуза горгона или какие-нибудь существа фантастические, они совсем не будут страшными, если они, ребенок увидит их в жизни, может испугаться, предположим, да, каких-то вещей, то выраженные в художественной форме, в форме скульптуры, какого-нибудь рельефа, это все становится совершенно и воспринимается детьми по-другому. Значит, вот наша работа с тьютерами проходила вторая часть занятий. Значит, занятие, значит, комплектация групп, да, выработка темы, технологии осуществления, я вам скажу, творческого задания. Потому что любое наше занятие, оно строится немножко музея, 15-20 минут, не больше, да. Потом мы переходим переулочек, оказываемся в творческом мастерской, где продумано, подготовлено уже все. Знаю, что дети могут несколько буквально быть сконцентрированы, если они могут это, конкретные дети, вот фонду выход, которые у нас были, занимались в музее, это было, ну, не знаю, 10-15 минут максимум, когда они могли что-то сделать. Поэтому ведущие это занятие, естественно, продумывают до деталей, а что они могут сделать. Потому что я в них, когда ни за кого не рисую, понимаете, и как бы хочется, чтобы это было от начала до конца, чтобы была какая-то вещь, которая порадовала этого ребенка, понимаете. Значит, всегда это серия занятий, это не одно занятие, чтобы мы посмотрели, что меняется в этих детях. И мы действительно, эти маленькие, очень тонкие, если, так сказать, внимательно вести занятия, ты видишь эти проявления в виде просто участия, во-первых, участия в этом. Или же ребенок будет сидеть и не будет ничего делать и так далее, в виде его глаз или рукой, которой он хочет до тебя дотронуться. Бывают разные ситуации. У нас для этого есть небольшой холл, когда ребенок возбужден, естественно, его можно вывести и нужно успокоить в соседнем помещении. То есть для этого там такие кушетки стоят, он может полежать и отдохнуть. Значит, так, я покажу вам вот эту кнопку, да? Обратно сюда, да? Вот подготовка, я сказала, уже подготовка пространства. Потом я про тело прям быстренько вам покажу, какие у нас были темы с фондом выход, потому что остальные дети аутисты, они ездят с семьями в числе благотворительных фондов. Я веду несколько фондов с приемными семьями, с детьми инвалидами, и там несколько семей, и я все время с ними занимаюсь. Поэтому они у нас идут по одной программе, а здесь были довольно тяжелые формы аутизма, дети маленькие, вот этот фонд выход, дети маленькие, наушниках и так далее. В общем, у каждого своя какая-то была, естественно, проблема и поведение, и поэтому это достаточно сложно все было. Вот мы смотрим замечательную Грецию, мы смотрим японские, вот посмотрите-ка, японские вещи. Конечно, влияние искусства колоссальное на человека, потому что, во-первых, уметь сосредоточиться, потому что мы понимаем, что такие дети, они долго не могут быть сконцентрированы. Так, выбор темы, я сказала. Конечно, создание дружелюбной среды. Вот все, о чем мы говорили в начале, конечно, все мы пытаемся создать. И создание дружелюбной среды, чтобы дети хотели. В чем эффект мы видим? Они хотят просто приезжать еще. Не только родители хотят и тащат их, да? Я вижу по детям, как в лице их разглаживают. Дети начинают, они впитывают, они радуются своим успехом. То есть дети очень сложно и есть. Вот они, вот сидят, видите, вот этот мальчик, вот Андрей, тут у нас вот в фартуке, он вообще бьется головой в стену периодически. Вот, это приемная система. Мама, героические мамы, которые вот с приемными детьми, с очень, конечно, болезнями совершенно различными, не только аутистами. Работа с цветом, в линии. Вы знаете, человек именно сам, как мы говорили сегодня, он сам творит это. Это, понимаете, нельзя подделать. Это вот он самостоятельно. А это же рисование, это усилие. Это не просто так. Это значит уже там ничего не появится, если ты не проявишь хоть что-то, да? Но для этого ведущий должен очень тонко продумывать, что может в простой, доступнейшей форме обыгрывать и поддерживать, может, то, что он увидел в музее. Но когда приезжают первые разы дети, я, конечно, даю им очень простое задание. Они описаны в книжках у меня, самые простые. Это полоски. Вот посмотрите, полоски. Вот мы рисуем, пытаемся рисовать в воздухе. Вот эти движения. Пианист же садится, у него тоже извлечение звука получается, от того, как он прикасается к клавиатуре. Так и в художестве то же самое. От того, как ты прикасаешься, от этого зависит точка или кружок. И вообще музей учит там древние культуры. Вот я показываю, там древние культуры. Осирию, Грецию, Египет. Они из самых простых элементов. Палочка вертикальна, палочка горизонтальна. Самые элементы, они делали потрясающие вещи. Поэтому, вот дети, когда приходят, им надо давать, продумывать самые простые элементы. Поэтому я стараюсь в музее найти поддерживающие темы. Я не говорю только про детей и аутистов, в том числе, но и для детей с другими проблемами, которые я веду. Да, я веду два еще психоневрологического интерната со взрослыми людьми. Что за время. В общем, я нахожу в музее поддерживающие темы. Они там есть. Тема колонн, тема, например, оберегов. Например, в Египте можно найти очень много жуков, скоробей, знак анха, который говорит на поддержку жизни и так далее. В общем, я просто вот заканчиваю. Мне кажется, в тот случай можно вас слушать. В общем, я все замолкаю. В музее придем. Я замолкаю. У каждого есть своя вселенная. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы. Извините, мне интересно, проводите ли вы аукционы и сделаете ли вы мифологизацию картин, которые нарисовали дети аутисты? Знаете, поскольку с аутистами вообще у меня эти работы все хранятся. Какие-то дети конкретно очень хотят забрать эти работы. Я, конечно, всегда их отдаю. У меня это все хранится. Я очень отношусь к этому очень трепетно. Потому что само задание я продумываю так, чтобы ребенок порадовался своему результату. Не моя задача, которая поставлена. Понимаете, это чтобы была как бы, ну, не то что каляка-маляка. Я хочу поднять это на ул. Я придумываю для них самое лучшее. Я показываю самое, вообще этим детьми, я показываю все самое лучшее. Если портрет, то Рембрандт. Если натюрморт, то голландский натюрморт. Иди тоже ближе дальше. И общий свет этих вещей, сделанных в таком высочайшем художественном уровне. И, ну, я в своей деятельности постараюсь это все делать. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, к вам приходят в основном дети с родителями? Или приходят какие-то, может быть, группы из школ? Только группы. Только группы. Значит, коррекционно, значит, комплектуется группа самоучреждения. Они пишут запросы. У меня очень много запросов. Но я тоже не могу разорваться, я очень много веду. Вот сегодня, через два часа, у меня регуляционный центр отрадный. Вот поэтому я вот даже от вас сейчас бегу и целая программа музея, студия до 9 вечера. Это длинная программа. Но дети не устают, потому что музей чуть-чуть, студия, конкретная задание. Я знаю, что они все не будут делать. Цвета Матисса сегодня тема. Представляете? А Матисса вообще позитивный. Он яркий, он какой-то мощный, надел свое произведение. Они копируют это Матисса. То есть у меня вообще полная самостоятельность. Как он сделает, мы всегда могли в восторге. Вот. И чай пить. То есть строгое, структурированное занятие, где дети расслабляются. Это просто какие-то печенье. Чуть-чуть чай, одноразовую посуду. И дети сидят. Я такая специальная стена, где вымешивается произведение. И они уже смотрят в контексте не своего сала, а в контексте выставки. Как бы как у меня выставки, да? Импровизационно. И кто хочет, по желанию. А некоторые боятся, естественно, и молчат. Но они видят, что их работа представлена перед другим. То есть мы эти дается специально построенная ситуация, где ребенок может ощутить себя, что произошло событие. Это не просто куда-то приехал, что-то там сделали. Но я для этого стараюсь очень. А специалисты, коррекционные психологи, спровождают эти группы или родительские группы? Вы знаете, вот приемы фонды, с которыми мы работаем, это семьи. Приемные семьи и семьи детьми инвалидов. Это непотребно. В основном это коррекционная школа в школе формирует эту группу на свое усмотрение. Я работаю с этими детьми, просто с детьми. И тогда у нас, вот я много дилет в реабилитационный центр, мы приезжали прямо у каждого ребенка в свою психологию. Такие физиологи были, да? Так что разные все, по-разному. Вот со взрослыми я работаю, вот, которые я говорила, здесь в концерте, это подростки, а психоневрологический интернат номер 33, подмосковный, они сами приезжают, такие были грустные, потом они постепенно, постепенно приезжают. Я вижу просто на их лицах, и они такие вещи говорят, что я просто говорю, смотрите, тут никто бы не догадался. Спасибо. Спасибо, Алик. Аплодисменты. Сейчас, на то, что, у меня еще маленький вопрос, который меня беспокоит, потому что в строгом понимании арт-терапия не предполагает наличие результата. Важные процессы, вот, в этом смысле, вот, все-таки, мне кажется, то, что, о чем ты рассказываешь, это не совсем арт-терапия строго понимания. Я правильно понимаю? Ну, можно, хоть, для меня название, откуда будет, как арт-терапия, я работаю с живым человеком. Я понимаю, что вам это все равно, потому что вы делаете дело. Я просто делаю. Я понимаю, но я просто почему это задаю вопрос, и в том числе для аудитории, потому что это, как бы, для специалистов, это важно понимать, да, все-таки, потому что в арт-терапевтической деятельности существует такой, например, термин, как утилизация продуктов терапевтической. Вы проводите утилизацию? Какие утилизации у нас? Вот, да? То есть, в этом смысле, как бы... Мы ценим. Когда для нас все ценно. И это просто совершенно другой процесс. Это совершенно другой процесс. Поэтому, мне кажется, здесь надо даже думать о том, как все-таки называть такого рода процесса. И это очень важно. Это очень важно, потому что, ну, как бы, мы действительно сейчас очень много каши в нашем поле. Я знаю все, что происходит в этой области, конечно. Да, поэтому, мне кажется, это очень важно. И нужно понимать, что у этого опыта должно быть свое место в научной карте. Да, да, да. Которые это делают, я не знаю, конечно. Кто бы это был, кто бы, нету таких людей. Спасибо большое. А вот, да. А вот, да. Мои контакты ваши, или визиты что-то. Да. Мои контакты, значит, в Кушнинском музее. Могут ли идти на Монтанге. Вот, я за ППУ, кстати, веду. Вот, Наташа Попова Ивановна с началом 90-х годов, когда мы все участвовали в конференции первых. И так далее. 8-915-409-6602. Вот. Вот. А еще раз. 8-915-409-6602. Вот, эта книжка очень милует семейная палитра. Это я все-таки так поднадужилась. И то, что я в 90-х годов делала, приводилась с семьями. Сейчас уступил вдруг момент, когда этот продукт стал... А я делала это просто интуитивно, работая с такими какими людьми. И сейчас я описала этот опыт конкретно. Пришагово. Если по этим книжкам можно работать. Там не просто идея, а как это сделать. Первый. Второй. Все. Спасибо. Спасибо. Следующий у нас в продолжении темы музеев. И у нас у вас Татьяна Сергеевна. У нас небольшая техническая проблема. 5 минут. Сейчас мы позорим нашего техника. Там вроде есть чай. Да, есть чай. Пожалуйста. Технический перерыв. И мы продолжим. И я ничего не говорю. Пожалуйста. А почему я хочу? Я тебе прорезу? Да. Ваши тысячи. Ну, не говори. Для этого. А почему я хочу? Да. Решение. Ваши лица. Спасибо. 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 Добрый день, коллеги. Я думаю, что вы вполне себе спокойно можете пить чай, кофе, даже перекусывать, потому что обед еще удобно. И я с начала нашего заседания тоже пыталась ответить на вопрос, в чем же критерии социокультурной реабилитации. На мой взгляд, это самореализация. То есть если человек найдет свое место в этой жизни, если он найдет свое место в социуме, то на самом деле социокультурная реабилитация, на мой взгляд, прошла успешно. И наша работа, в первую очередь музеев, но, конечно же, всех учреждений культуры направлена на то, чтобы дать возможности человеку. То есть показать, какой мир разнообразный и дать возможность ему найти свое собственное место. И в этом плане, мне кажется, и работа фонда «Выход», и всех музеев, и других культурных институций очень важна. И здесь не в плане того, что родители привели, насилили и так далее, заставляют ребенка там чего-то делать, это может быть и сам уже взрослый человек с расстройством физического спектра, это возможности. И чем этих возможностей больше, тем лучше. И в нашем музее социокультурная реабилитация идет в трех направлениях. Это когнитивная сфера, это эмоционально-болевая сфера и мотивационная сфера. И наш музей, поскольку у нас более 600 тысяч посетителей в год, конечно, первая и самая главная часть – это мотивация. Мотивация пойти, пойти в наш музей, пойти в другой музей, выйти из своих четырех стен и начать общаться с миром, рассказать о себе. Потому что на самом деле социокультурная интеграция и вообще интеграция человека в общество – двусторонний процесс. Это не то, что человек куда-то приходит и познает, обменивается контактами и так далее, и так далее, и так самодействует. Это еще и обогащение общества со стороны этого человека. То есть что он приносит сюда, общаясь вместе с другими людьми, что он ценного может такого сделать и чем общество может воспользоваться. И, конечно, для взрослой аудитории, для того, кто уже вышел из школьного возраста, найти себя, если это не произошло в раннем возрасте, очень сложно. И учреждения культуры, такие как музей, наиболее демократичные в плане посещаемости, мне кажется, это самое интересное направление, которое может быть, особенно для взрослой аудитории. В нашем музее возможность посетить основную экспозицию, доступно как для взрослой, так и для детской аудитории. Это может быть индивидуальный осмотр или в составе адаптированной экскурсии. Наши интерактивные экспозиции доступны для самостоятельного осмотра. Это, например, «Пройдет путем эволюции» или «Центр интерактивный «Познай себя, познай мир», который пользуется большой популярностью у аудитории данной. Это и «Центр ЭКО Москва», это информационно-интерактивный центр, где могут проходить и самостоятельные групповые занятия, и, конечно же, творчество. В нашем музее мы регулярно проводим выставки творческих работ таких людей. Это адаптация наших музейных выставок. В первую очередь она, конечно, связана с мероприятиями, которые проходят в рамках выставок. Это и обсуждение вопросов насущных. Например, круглые столы мы проводили вместе с родителями, с детьми. Это крупные массовые мероприятия, которые проводят в Глубном музее. И в первую очередь это ежегодный праздник Доминский музей для всех детей, куда мы приглашаем всех без исключения родителей с детьми. И это образовательные программы музея, другие, на которых я хотела больше остановиться. Она реализуется с 2012 года и включает в себя цикл занятий времена года. Это цикл занятий, разработанный совместно с детским домом, интернатом Южной Бутово. Этот цикл длится уже много лет и позволяет познакомить детей с различными аспектами окружающего мира, в первую очередь сезонными, на примере коллекции Дарвинского музея. Этот цикл занятий птицы и звери Москвы и Подмосковья, он тоже был разработан с интернатом Южная Бутово, именно по запросу, поскольку была необходимость рассказать о том, кто же живет в самом городе и в ближайшем регионах. И семейный клуб, о котором я обычно всегда говорю мильским, а здесь я хотела бы задержаться более подробно. Почему? Потому что, на мой взгляд, дети с расстройством аутистического спектра, это не просто дети, это семья. И мы работаем именно с семьей. И главная наша задача включить не только ближайших родственников, или как родители, братья и сестры, это обязательный момент, но и значимых взрослых. Например, если у ребенка есть тьютер, если есть няня, с которым он находится больше в течение дня, и взаимодействовать с ним более активно, чем с родителями. Семейный клуб был организован совместно с Кариной Ильиной Валентиновной, педагогом специально-коррекционно-общеобразовательной школы. Сейчас она по-другому называется, у них тоже конгломерат стал. И когда мы задумывали проект, главная цель была, это важные для детей и для взрослых семейные отношения. То есть темы мы подбираем именно таким образом, и они позволяют расширить спектр положительных эмоциональных контактов, вот именно эмоциональных, между детьми, взрослыми, и общаться с разными семьями. Не только как бы с теми, с кем ты учишься, но и у этих твоих учеников в классе есть свои семьи, есть свои дети, иногда даже не один ребенок, который обычно выключен из процесса. То есть есть ребенок с расторженно-технического спектра, и все туда, на самом деле нет. И сложные внутри семейные отношения, они очень часто влияют, в том числе и на самого ребенка. И основные моменты – это регулярные заседания. Для одной группы мы проводим, к сожалению, для одной, у нас нет физических возможностей сделать больше. Они сформированы из родителей, взрослых детей. Участие в заседаниях обязательно для всех участников. Почему мы пришли к этому, хотя это может показаться насилием, потому что многие родители, иногда взрослые считают, «Ну вот, ладно, мой ребенок пристроен, все прекрасно». Нет, главное – это взаимодействие. И должен быть обязательно значимый взрослый, родитель. Если этого нет, то, естественно, и эффективность работы не очень высокая. На каждом заседании у нас выполняются командные задания, они очень разные для членов одной семьи, и индивидуальные. Вот они могут варьироваться от заданий, которые проходят непосредственно на экспозиции, или в металлическом кабинете музея, или индивидуальные, которые даются на дом, перед занятием или после занятия. И каждый ребенок ведет дневник добрых дел. На каждом заседании участники озвучивают, что доброго для своих близких они сделали в этот день. Мы считаем, что это очень важный момент. И вот сколько лет идет программа с 2013 года, семейный опыт существует, 4 года. Только один ребенок действительно, ну и каждый день, но вел дневник, и для него действительно было очень важно, нужно и необходимо. Но, как отмечают родители, поскольку мы анкетируем после программы, они считают, что это тоже важно и нужно, хотя это не регулярно они делают, но понимают, насколько важно отрефиксировать свои действия и понять, кто такие близкие рядом с тобой, и что же такое доброе дело, что же реально доброе дело для близких. Вот, и вот здесь на фотографии вы видите, как раз они зачитывают те добрые дела, которые сделали сегодня. У нас был в рамках проекта очень интересный момент, который, к сожалению, в связи с изменением российского законодательства пришлось закрыть. Это творческие работы ребят на продавании в своем сувенирном магазине, и это был один из важных аспектов самореализации, когда ты делаешь не то, что ты делаешь, а то, что ты делаешь хорошо, это покупает, и это возможность получить деньги, и затем потратить деньги на то, что тебе хотелось бы. К сожалению, наше государство не дружественное к таким людям, и нам пришлось отказаться от этого варианта. И в конце каждого цикла, вот у нас уже сейчас второй, вторая группа набрана в втором цикле, и в конце обязательно подведение итогов, анкетирование родителей, где они отмечают, что и как им казалось важно, им нужно, что можно переделать, и обязательно обсуждение работы уже со следующей группой. Вот следующую группу мы набрали эти классников, в этом году они перешли в шестой класс, будем смотреть, что дальше будет происходить. И несколько изданий музея, именно нашего музея, в которых отражена работа с такой группой посетителей, и я благодарю за внимание, надеюсь, что я вложилась. Вы просто пунктуальны, сама пунктуальна. Спасибо большое. Даже в семье у вас участвовало. Да, на вопросы. Есть ли вопрос на полминуты? Да, пожалуйста. Можно подробнее об эфирском пути? Вы прикручивали, что именно там происходит? Вы конкретно что имеете в виду? Программу «Другие» и семейный клуб? Нет, вы в своем учрении сказали пройти эволюцию, да? Или вот я вам могу сказать, пройти путем эволюции. А, вы имеете в виду интерактивную экспозицию «Пройди путем эволюции». Это интерактивная экспозиция, где все можно пробовать руками. Там есть звуки с момента зарождения жизни на Земле и до появления современного человека. Там есть также вопросы. И определенное задание – попробовать найти правильный эволюционный путь. Если вы зайдете в эволюционный тупик, то вам укажут, что нет, еще рановато, например, для животных растений выходить на сушу, можно подвернуть в другую сторону. То есть там не нужны отдельные какие-то рекомендации. Спасибо большое. Я не могу, потому что у нас еще много выступающих, а у нас уже церемонт из нашего переныва. Спасибо огромное. Давайте дальше. Степанов Владимир Сергеевич. Я иду в музей. Уже иду. Здравствуйте. Немного шерсти не установились, поэтому, возможно, текст, если будет не видно, я буду дублировать. Собственно, музей русском прессионизма, музей молодой, но мы стараемся адаптировать его людей с различными формами инвалидности. И просто относясь к любому человеку, как в первую очередь человеку, имеющего определенные особенности и потребности, будь то слабое зрение или слабый слух, или отсутствие и фонное тотальное. Неважно. Мы всегда просто относимся к тому, что это некая деталь, которую нужно учесть в построении своей экспозиции, в построении своей работы, педагогической работы в музее. Это именно тот подход, который мы стараемся транслировать. Соответственно, я даже сейчас за 10 минут решил, думаю, как это правильно преподнести. Я решил построить и выступление в формате социальной истории тоже. Чтобы было понятно сразу о том, как стоит, мне кажется, работать с людьми с аутизмом. Тем более с детьми с аутизмом. Первое. Когда приходит ребенок в музей, если я хочу увидеть картины, то я могу пойти в музей русского импрессионизма. В музее мне расскажут, что такое импрессионизм, и покажут красивые картины. Все мы знаем, да, как строится социальная история. Опять же, здесь довольно условная она. Мои родители покажут мне небольшую историю о том, что я встречу в музее. Если я ее хорошо запомню, то буду знать, что мне делать, и экскурсия будет приятной. Соответственно, это предварительная подготовка детей, это работа с ними, это социальная история. Здесь на слайде показано, как выложена эта история на нашем сайте музейном. То есть она в доступе индивидуальном, то есть родитель может сам подготовить в любой момент, то есть доступ к этой социальной истории, и подготовить своего ребенка. Сейчас также доделываются сенсорные карты, правила поведения, адаптированные. То есть все те инструменты, которые позволяют подготовить детей и сделать их пребывание в музеях более комфортным. В музее работают дружелюбные люди, они понимают меня, это важно. Ведь если мне станет трудно находиться в музее, то они знают, как мне помочь. Подготовка персонала. Это практически одно из важных и краеугольных камней, потому что если персонал не подготовлен, и он не знает, как реагировать правильно, то любая небольшая мелочь может вызвать огромные проблемы в дальнейшем, просто для того, чтобы не только ему прийти, но и даже другим фондам и организациям, которым бы хотелось привезти музей. Но зная, что если персонал не подготовлен, они не приведут своих детей. Особенно педагоги и школы, потому что они очень трепетно относятся к своим детям. Музей очень свободный и тихий. Ни яркий свет, есть удобные лифты и мягкие сидения. Я могу посидеть, если устану, а в холле даже разрешать немного побегу. Здесь как раз тот момент, когда мы делаем универсальный дизайн музея, и что он подходит в итоге не только для людей, например, на колясках. Эти широкие проходы, свободные холлы и широкие лифты. Но и для детей с уутизмом это очень важно, потому что они чувствуют себя в таком пространстве комфортно. Их ничто не зажимает. Они могут позволить себе те движения, которым нужны, та свобода в движении, которым нужна. И, соответственно, также неяркий свет, и тишина или приглушенные звуки. Все это, как мы знаем, необходимо для отсутствия сенсорной нагрузки. Во время экскурсии можно сидеть на подушке прямо перед картиной, а еще дают разные интересные задания. Это все помогает быть внимательнее и лучше запоминать. На подушках проводить экскурсии у нас, как я уже говорил, мы не делаем каких-то... Стараемся не интегрировать, а действительно делать инклюзивную среду. То есть у нас, например, те инструменты, которые работают для детей с уутизмом, работают для всех детей. Потому что, так же, как социальная история в Европе, например, работает педагогики для работы со всеми детьми, не только с детьми с уутизмом, так же, например, этот инструмент возможности сесть на подушку и как бы комфортно для себя слушать экскурсовода и точно так же иметь возможность каких-то интерактивных таких моментов. Собственно, очень хорошо и используется для детей с уутизмом. После экскурсии мы пойдем в мастерскую и будем создавать картины сами. Мы будем писать красками, лепить из пластилина или делать коллажи из цветной бумаги. Соответственно, каждый раз, в зависимости от выставки или экскурсии, меняются форматы. Всегда стараются просто сделать какое-то тематическое, яркое и удобное для воспроизведения, чтобы не вызвало каких-либо сложностей. Соответственно, у нас работают педагоги и ведут экскурсии. Педагоги-реабилитологи, подготовленные они специально подготовлены к экскурсии, методически. Соответственно, на мастер-классах они точно так же находят каждый раз свой подход к определенной выставке, которая у нас есть. И, соответственно, мы стараемся, наверное, очень часто это вызывает негатив, но мы стараемся иногда все-таки делить на, например, возраст. То есть у нас работают с детьми один педагог, со взрослыми даже одновременно два педагога, художник и, соответственно, педагог. Это все подбирается каждый раз из опыта работы с детьми. И мы просто понимаем, что для них комфортнее, что для них нужно, какие у них потребности есть для того, чтобы максимально выразить себя творчески. После мастер-класса у нас будет чипития. Если захочу, я могу рассказать, какая картина мне больше всего понравилась. Чипития, как даже я с вами сказал, что у нас это определенные вот эти моменты с трех частей, когда есть экскурсия, есть мастер-класс, и есть чипития, социальная часть для закрепления. Но опять же, если я захочу, как социальных историк мы стараемся всегда делать, если есть желание у ребенка, тогда он может рассказать. То есть мы не заставляем, вся эта социальная часть, мы стараемся, чтобы она проходила максимально в таком дружеском общении, теплом, а не как некой такой отчетности о том, что они увидят. Когда занятие закончится, я могу еще выполнить разные задания на специальных экранах. Это интересно и познавательно. Интерактивная мультимедийная зона точно так же она хорошо адаптирована для совершенно разных детей с любыми особенностями, потому что она выполнена в простых формах, но при этом максимально ярко, интерактивно запоминающаяся, рассказывает о каких-то определенных понятиях художниках, о определенных картинах. И все это вот в такой интерактивной форме. Мы знаем, что это достаточно очень хороший инструмент. Если мне понравится, то я придумаю здесь снова, примерно следующую выставку. Обычно мы приходим с группой, но, надеюсь, скоро появится программа для меня с родителями. Это очень важный момент, потому что до сих пор мы заявляем, что музей, конечно же, это дружелюбная среда, открыт всегда для посещения родителей отдельно, индивидуально с детьми, но программу мы стараемся проводить все-таки с группами. И сейчас мы разрабатываем программу индивидуального посещения, чтобы родитель мог прийти в музей в любой момент, получить в холле на кассе определенную какую-то, скажем так, небольшую раскладку, с которой бы он мог интерактивно сам с ребенком пройти по экспозиции к определенным картинам, выполнить небольшие задания и получить потом на кассе какой-то небольшой приз за прохождение. Это было опробовано на детьми без аутизма, но даже с ними вызвало какие-то сложности в работе с родителями. Но я думаю, мы все-таки найдем правильные подходы и сможем адаптировать. Благодарю за внимание. Я уложился. И даже я отвечу тогда на такой вопрос, просто был он задан, не мне, но я думаю, стоит ответить на него мне тоже. Очень важно транслирование тех произведений, которые делают дети, с аутизмом для того, чтобы люди видели, люди приобщались, люди смотрели. Но как это сделать правильно? Мы слышали разные препятствия, которые возникают в этом. Мы встретились тоже с одним из таких препятствий, например, потому что у нас нет возможности сделать эту выставку, например, этих детей, выставку работ. У нас нет такой возможности в нашем музее, но, например, недавно, когда прошел конкурс «Колеса обозрения», и мы выбирали от своего музея две работы, которые мы посчитали победителями, и у нас в этот момент было выставление нашего, представление нашего музея в парке «Музеем», где в такой интерактивной форме был представлен наш музей. И вот туда мы смогли, например, просто поместить несколько работ в полном формате, то есть это на больших стендах, и мы не делали акценты, мы представили конкретно детей как художников, что это их работы, вот два победителя вот такого-то конкурса. И мы это им тоже, как часть нашего подарка, мы им рассказали, презентовали, и, мне кажется, такие моменты для них важны, потому что их работы транслируются как действительно достойное внимание всеми без какого-либо акцента. Спасибо огромное. Мне кажется, это вопрос за его личность. Я славен такой. Я забыла, что это быстро излагает. Спасибо большое. Давайте дальше. Наталья Владимировна Чудакова, опыт интерактивного музея в реализации проекта «Достутная на луку». Камс. У вас не вижу, можно без микрофона? Дайте микрофон, пожалуйста. «Достутная на луку». Это самая разница. Спасибо. 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 Помогите, пожалуйста. «Достутная на луку». Здравствуйте. «Достутная на луку». Это экспериментариум. Музей, посвященный физике. И музей живой системы, посвященный анатомии биологии. Особенности наших музеев заключаются в том, что у нас все экспонаты можно трогать, со всеми можно взаимодействовать, со самими экспозициями проводить эксперименты. При этом музеи достаточно уже большие. И среднее время посещения у нас экспериментариума от четырех часов, если мама с ребенком пришла погулять, жили с тем, может, чуть поменьше. Два года назад... Сегодня мы попали с большим поводом реализации подобных проектов, потому что наш музей не такой уж старый. Он открылся всего в 2010 году. Решили мы адаптировать наш музей для посещения людей с разными группами инвалидности только, получается, два с половиной года назад. И первое взаимодействие у нас было как раз с фондом «Выход». Спасибо вам большое за это. Мы решили, а почему бы нет? Мы были полностью коммерческие, и для нас, в общем-то, социальной истории никогда не было. До этого у нас есть квотное посещение от департамента соцзащиты, приходят там раз в месяц, ну, как бы и все. В общем-то, мы свою социальную деятельность на этом исполняли и успокаивались. Но чего-то очень не хватало, и к нам начали вращаться люди. Часто это были педагоги или психологи, которые индивидуально занимаются с разными детьми с особенностями. Говорили, что ваш музей может стать прекрасной площадкой для того, чтобы развивать наших детей, помогать в определенной терапии, реабилитации, в социализации. Ну, а почему бы и нет? Есть сотрудник, которому стало интересно, и мы стали этим заниматься, обратились в фонд «Выход», провели обучение для сотрудников, учли все моменты и решили адаптировать музей не просто для детей с расстройством аутистического спектра, но, в общем-то, для всех детей с разными типами инвалидности и, в принципе, музей нашелся абсолютно для всех доступен. В общем, поставили все цели. Что вообще надо? У нас главная цель – миссия проекта, то, что неважно, какой ребенок, к нам пришел в музей, ему должно быть хорошо, комфортно, интересно и физически, и морально. У нас есть особенности как в музее, большая проблема для детей с расстройством аутистического спектра. у нас в музее очень-очень громко. И когда мы сейчас запускали выставку «Озбуки» и поставили измерители шума, в принципе, у нас как в экологическом заводе уровень шума, и это серьезная проблема была. Изначально мы ее пытались решать и начали, ну, сразу сказать, что я к этому приду. В общем, первое, что мы решили адаптировать, в общем, к посещению нашей техпозиции. Благодаря специалистам и с фондом выход мы поняли, что принимать детей с расстройством аутистического спектра нужно в нерабочие часы музея. Это единственный вариант, который можно создать импопадную среду. Мы создали комнату сенсорной разгрузки, обучили сотрудников, опять же, отдельно еще обучали экскурсоводов по общению. У нас были тестовые группы, все было совершенно замечательно, прекрасно. Но у нас возникла проблема. А что делать с индивидуальным посетителем, которые просто без группы хотят прийти в музей, посетить его, потому что люди тоже хотят. А мало того, те дети, которые были с группой, очень часто хотят вернуться еще раз на другой маршрут, на другую экскурсию, отдельно что-то посмотреть, хотят посмотреть шоу. И мы тогда создали сервис регистрации на сайте, где родитель может выставить примерную шкалу, насколько ребенку страшно, указать особенности. И мы тогда уже подбираем ребенку группу или даже индивидуальное посещение уже согласно требованиям родителей или сопровождающих. То есть мы сейчас уже нестандартно делаем для всех групп, закрываем, не закрываем музей, принимая рану утром или поздно вечером. Мы уже ориентируемся на каждую конкретную группу. Допустим, если это группа школьников, они учатся в инклюзивном классе в общей образовательной школе, нам в числе говорит, что в принципе не так все страшно. Мы стараемся, естественно, принимать не в самые пики и не в загруженные часы. Мы не проводим экскурсии в выходные или в каникулы, потому что это нереально, в принципе. Мы делаем это в будние дни, при меньшей загруженности. Но мы интегрируем, уже тогда общаемся. Мы стали принимать инклюзивные группы, где разные дети смешаны. Тоже колесо обозрено с прекрасным опытом работы с ними. И потом, как и следующим шагом для нас стал, у нас очень классное научное шоу. Проблема в том, что из 10 шоу на 9 у нас что-то взрывается, вспыхивает, мигает. И это проблема. Это определенные трудности. В итоге мы взяли эксперименты из всех наших химических шоу, те, которые наиболее безопасны. Сделали это определенным образом. Адаптирули, опять же, с помощью родителей, психологов мы приглашали их на тесты, просмотры, долго консультировались. В итоге за несколько месяцев у нас родилось химическое шоу, в котором мы теперь можем показывать, нам нужно прийти, записаться и посмотреть это шоу. В общем-то, детям очень нравится все это дело. А потом мы решили взять планку еще выше. У нас есть научная елка. Это ежегодное мероприятие, к этому готовится весь коллектив музеев, по-моему, больше, чем дети как ожидают этого всего. Это очень шумное мероприятие, это очень такое активное. Ну, почему бы нет? И также мы в прошлом году сделали две группы для детей с расстройством аутистического спектра на наши елки. И в этом году у нас тоже ждут две группы, но уже более масштабные, если мы правильно будем по 10 человек, в этом году мы взмахнулись на группу в 20 человек. И я думаю, надеюсь, что все получится. Это что касается того, как проходит у нас сама программа. В общем-то, я сейчас рассказываю с точки зрения именно работы с детьми с расстройством аутистического спектра. У нас похожий план работы, идем со всеми категориями. Это наши партнеры Ксении Внезли, большую часть, которые нам помогали, нас учили. Я так и сказала, мы музей коммерческий, а так как мы музей, денег у нас мало. Тем не менее, мы поняли, что своими силами достаточно сложно принимать достаточно большое количество посетителей. Сейчас у нас проходит от 3 до 5 экскурсий в неделю. Или адаптивных программ, или шоу, это достаточно много. Это все нужно как-то принимать, людей содержать, административные работы приедутся многие, работа с фондами, у нас очень много соглашений. И мы решили поучаствовать в конкурсах президентских грантов. Уже второй год подряд мы становимся победителями этого конкурса. И поэтому у нас неограничено количество мест для детей, которые хотят нас посетить. И поэтому мы даже можем индивидуальные экскурсии проводить, каждому ребенку оказывать отдельное внимание. Ну, как бы, наши результаты, забыла сказать, сколько лет, два года мы отметили, два года мы отметили с момента запуска официального запуска программы. Всего у нас около 3 тысяч детей с разными особенностями развития прошло. Из них где-то больше полутора тысяч, но я не говорю, что это один раз выустили, может быть, несколько раз, около полутора тысяч программ привели для детей с расстройством на физическом успехе. У нас адаптирована вся экспозиция и двух музеев. Вся достойная. То есть, естественно, под эти группы мы выключаем определенный экспонат. Мы показываем социальную историю. У нас 70% конкурсовых участвуют в этой программе, прошли и обучение, и работают с разными детьми. И самый вообще большая благодарность, самый большой результат, что к нам возвращаются снова и снова и просят придумать еще программы, запрос на образовательную программу. Сейчас у нас запрос идет от родителей и от педагогов на роботу-технику для детей с аутизмом. И мы сейчас занимаемся этой программой. И следующая у нас наша адаптация как раз с первых экскурсий еще фотографии. Следующая наша цель, которую мы уже поставили декабря на пластинку, у нас практически закончена разработка путеводителя для путеводителя для детей со старством аутистического спектра, включающая в себя книгу для ребенка с заданиями, книгу для родителей с методическими указаниями, что можно, чем можно заняться на нашей экспозиции, как преднести, как работать с книгами с заданиями. И вот у нас презентация этой книги назначена не виноват, мы это очень ждем. После этого у нас любой родитель с ребенком по предварительной записи или даже когда они просто придут в музей, могут бесплатно пойти в наш музей, плюс еще получить инструкцию, как по ним пройти, и чтобы это было наиболее интересное ремонт. Спасибо большое. Можно это восторг сказать? Можно микрофон? Спасибо вам, коллеги. На правах организатора я немножко вмешался в ход такой интересной секции. Дело в том, что Федеральные ресурсные центры делают второй раз конференцию большую, масштабную. И, конечно, вот эта секция по социо-культурной интеграции, она невероятно интересна. Поэтому тем докладчикам, которые сегодня здесь у нас работают, тем музеям и другим культурным организациям просто большое спасибо. Это топ совершенно бесценный. Мы будем обязательно с вами в партнерских отношениях. И я хочу сказать еще об одной вещи, что форма подачи материала, которая ваша и других специалистов, кто сегодня не был, она совершенно потрясающая. Сразу видно, что люди работают в системе культуры. Так что вам спасибо большое и продолжаем работу. Спасибо большое. Хорошо. Есть короткие вопросы, если только есть. Мне кажется, тоже достаточно все понятно. Доступно? для понимания даже нас. Спасибо. Описание вот этой витерности есть? Да, у нас есть блог в Facebook, Вконтакте, у нас есть прекрасный блог в Instagram с фотографиями, с экскурсией, со всеми взяли. На сайте все описано. Вот так подробно. Подробно. На сайте есть раздел доступная наука, где все программы написано. Вообще без программы. Спасибо огромное. Алексей субтитры и забег шоу полетели добрый день добрый день коллеги я думаю что я уложусь не в 10 5 потому что за мной выступает на коллега исполнительный директор специально для до москвы не очень интересная презентация касающийся молодого а я как бы в общем о специальной олимпиаде первое что я хотел бы сказать в отличие от других отделений специальной олимпиады россии и мира дети с расстройством аутического спектра могут принимать участие во всех мероприятий тренировочных процессе специальной олимпиады москвы этим мы качественно отличаемся от других отделений в двух словах о специальной олимпиаде вообще да это план вопрос уважаемые коллеги кто-нибудь что-нибудь о специальной олимпиаде как социальном движении слышал один человек прекрасно спасибо ситуация такая что в принципе в москве сейчас о специальной олимпиаде вообще мало кто что кто-то узнает хотя мы уже начали работать в январе месяце первое с чем мы начали работать с информационным вакуумом который существует в отношении специальной олимпиады несмотря на то что следующем году будут отмечать уже 50-летие специальной олимпиады всемирной в россии движение появилось в начале 90 в москве это движение уже 20 лет но они никто как-то вот не знаю новое отделение новые люди которые появились том числе и я в этом движении мы пытаемся в первую очередь людям донести о том что такое движение есть это наверное первая цель единственная которую я преследую своем выступлении вот только попова уже все остальные цели озвучит и так спешил олимпикс всемирное движение как вы видите 174 страны практически 5 миллионов атлетов 109 тысяч соревнований в год что мы имеем из видов спорта 22 летних 8 зимних 9 программ кратко молодой атлет направлено на детей с ментальными нарушениями развития с 2 до 8 лет далее присоединяйтесь атлет лидер здоровый атлет семейная программа unified программа о последней программе несколько более подробно учитывая что сейчас в мире эта программа в первую очередь развивается набирает ход программа говорит следующее не существует людей которые не могут принимать участие в специальной 5 неважно есть у вас проблемы с психикой или нет вы имеете право принять участие программе unified unified это объединенная программа человек нормотипический и человек с проблемами в интеллектуальном развитии могут вместе создать команду и в этой команде 60 процентов должно быть людей с нарушениями а 40 процентов норма типически волейбол футбол баскетбол любые спортивные командные виды спорта принимают участие люди и в мире это движение но носят очень активное развитие и семимильными шагами двигается вперед у нас это все в начале пути специальный олимпиада москвы сегодня сколько вместе с нами